Для вашего удобства мы разделили это видео на главы и создали группу, в которой дублируем аналитику проектов. Также мы добавили ссылку на Notion. Переходите, чтобы ознакомиться детальней. Все наши видео мы делаем бесплатно и беспристрастно, поэтому, пожалуйста, поддержите нас пальцем вверх, комментарием и подпиской. У меня сегодня будет обзор смарт-мани монеток по различным DEFI проектам на Майннете, то есть по разделу смарт-мани сейчас самые активные пары это были классические пары различных стаблкоинов, завернутого эфира, USDT, затем токен CV, токен AV, завернутый биткоин, токен линк. Вот и среди этих пар я нашел несколько альткоинов, которые могут показаться интересными, то есть они сейчас активно торгуются даже не на самых последних местах, то есть у них больше двух миллионов, больше двух миллионов ежесуточный объем. Вот про них расскажу. Это токен ELON, то есть это мемкоин. Также токен SPELL тоже находится не на самом последнем месте, то есть вот мы увидим в паре с эфиром он почти 5 миллионов долларов за сутки наторговали. За 7 дней почти по миллиону денег, то есть там чуть-чуть больше 7 получилось. То есть токен ELON, это токен DOGLOM MARS, он был запущен еще в мае 2021 года, как мы видим, что тут особо никаких иксов не было, и затем в октябре он очень сильно выстрелил, и новый его такой виток начался в конце декабря, сейчас он тоже очень сильно вырос и активно торгуется. То есть в принципе по самому продукту, по коину ничего интересного сказать нельзя, то есть с точки зрения технологий просто мемкоин активно ведется твиттер, то есть время от времени что-то постит, рассказывает о своих апдейтах, например, на крипто ком был запущен на кронос нетворк о том, что его можно там торговать и выводить, и на самом сайте тоже в принципе можно увидеть всякие маркетинговые материалы, там допустим сейчас сделали комикс по самому коину, то есть по токену DOGLOM MARS. Вот следующий токен это Token Spell, достаточно интересная платформа, то есть эта платформа, при ней тогда у нас коин, платформа бракадабра мани, платформа, которая позволяет пользователям, которые активно используют различные дефи продукты, то есть такие как AVI, такие как суши, просто холдеры различных криптокоинов, но в основном, как я сказал, это ориентировано на тех пользователей, которые стейкают свои коины в различных пулах, вот и не знают что делать, чтобы им не там допустим просто так их валюта не простаивала, есть возможность застейкать свои эти коины в качестве обеспечения своего займа, вот и выпустить стейблкоин UST, который является стейблкоином, поддерживаемой платформой абракадабра мани, то есть как это работает, допустим вы идете на токен, вернее на платформу Curve, там стейкаете свои стейблкоины, то есть реальный ликвидный актив стейблкоины, затем вы получаете взамен подтверждение своей транзакции, подтверждение того, что у вас есть там позиция открытая, токены CVX, 3Pool, как бы по сути этот токен не является ликвидным, если вы этот токен даже и продадите кому-то куда-то там на OTC маркете, либо допустим на Uniswap, там будет создана пара, что затем вы эти деньги вывезти уже не сможете, вот, то есть они у вас просто лежат, вы можете доверить свои токены платформе абракадабра мани, прошу прощения, я сказал токен UST, здесь стейблкоин MIM называется, вот, вы сможете застейкать эти коины на платформе бракадабра мани, то есть вот эти коины, вот, и за небольшую комиссию, то есть у разных, на разных парах, разной комиссии, вот, то есть выпустить токен MIM под залог CVX, 3Pool, то есть обеспечение, он там составляет 75%, вот, и затем вы сможете также даже выпустить, точнее, вы сможете даже открыть позицию с плечом, то есть на самом деле не рекомендуется, то есть что значит позиция с плечом, это значит, что у вас будет under-collarized position, то есть это значит, что ваша позиция будет не до конца обеспечена, и если токен CVX, 3Pool просядет, то в принципе, ну, маловероятно, но все-таки вероятно, либо, допустим, те активы, которые находятся в данном пуле, они тоже просядут, то есть, допустим, если это, мы говорим про, условно, там, стейблкоин, то вероятность, конечно, мала, то есть они просядут только в этом случае, если сама платформа обвалится, либо рынок обвалится, вот, но если, допустим, там лежат какие-то активы, типа как эфир, биткоин и там токен линк, то, в принципе, есть вероятность того, и вполне реально, то, что токен там уже спокойно на 20-30% просесть, вот, и ваша позиция будет ликвидирована, вот, то есть моментально, вот, что, в принципе, общение крайне нежелательно, вот, после этого, в принципе, вы сможете получить ваши токены MIM, вот, и использовать их для своих, ну, что, допустим, либо расплачиваться ими, либо уже их использовать в трейдинге, ну, то есть, уже, как бы, здесь, как бы, магия, бракодобра закачивается, вот, вспоминя на сегодня все, очень спасибо. Да, Влад, спасибо большое. Да, коллеги, добрый день, я сегодня делаю обзор на видео U2 DeFi Portal. U2 DeFi Portal – это портал, который предлагает своим пользователям рекомендации от пользователей из их social search. На портале можно получить рекомендации о трастовых площадках, сейчас, например, уже подключен Unisweb, и смотреть, насколько они пользуются доверием у людей из комьюнити. Данный сервис предлагает рекомендации рекомендации от тех людей, которых ты уже знаешь и которым ты уже доверяешь. В видео рассказывается путь пользователя. Сейчас сервис не совсем рабочий, работает только две вкладки, и как раз автор видео переходит по каждой из вкладок и рассказывает о том, что доступно пользователю на данный момент. U2 Trust Engine собирает лучшие площадки, которые работают с криптовалютами, это могут быть как биржи, так и другие децентрализованные системы, и предлагает людям трастовые площадки, которым можно доверять и через которых можно обменивать токены, либо покупать их. Для того, чтобы подключиться к площадке, необходимо ввести свой либо номер INS домена, либо адрес эфириума, либо подключить кошелек. Есть несколько опругнутых, в зависимости от того, какой кошелек есть и пользователь, он выбирает то, что ему комфортнее. Само видео не очень длинное, потому что у самого сервиса пока что не так много функций. Любопытно, что идея социального нетворка вокруг данной платформы, она должна снять проблему доверия и необходимости проверять источники на мошенничество, потому что можно будет посмотреть рейтинг тех людей, которым ты уже доверяешь, и посмотреть на то, что они сами пользуются теми площадками, которые представлены на данном ресурсе. На этом у меня все. Может быть, есть вопросы? Да, Варь, спасибо большое. Так, сегодня я расскажу про Novalunch. Novalunch – это компания, которая состоит из опытных разработчиков Solana и которая специализируется на технологии Solana Blockchain. Чем отличается Novalunch от других агентств? Как они говорят, это уникальная инновационная модель, на которой основана платформа компании. Novalunch – это партнер по развитию с полным спектром услуг, которые работают над успешным и долгосрочным ростом вашего проекта. Они запускают успешно распроданные монетные дворы. Также команда считает себе страсть к искусству, отраслевый опыт и проверенный опыт, которые помогают успешным партнерам сделать запуск вашего NFT реальностью. Механизм создания шаблонок без кода позволяет проектам создавать высокопротенциональные сайты, и опыт программирования здесь не требуется. Здесь уже есть специально разработанная платформа, которая позволит сочетать в сайте все то, что вы хотите. Novalunch была привлечена к запуску NFT Monkey Kingdom, то есть это были монеты, которые распродавались и их раскупили за 2 минуты 14 секунд. Дальше, поскольку проект был популярен, они попробовали сделать точно так же еще раз, но там не совсем это так быстро прошло. Novalunch размещает веб-сайт клиента и устанавливает смарт-контакт во время взаимодействия и берет на себя ответственность за все вопросы, связанные с смарт-контактом и безопасностью хостинга. Также Novalunch принимает дополнительные, предоставляет ссылки на информацию различную и также предоставляет инструкцию для проверки взаимодействия. Также Novalunch предлагает пользователям возможность смягчить негативные последствия и максимизировать прибыль, что сайт прописывают еще на сайте, и они не берутся за каждый проект из-за ограничений по времени, то есть они не все успевают. Клиенты, которые есть, которые какие-либо вопросы, могут написать им вот здесь, и также они могут написать им на почту. Также Novalunch есть различные группы инвесторов, которые предоставлены на сайте. Также я сегодня расскажу про Grappling. Вот их официальный сайт. Что меня удивило, сайт может быть на нескольких языках, в том числе и на русском. Однако вся документация представлена полностью на английском языке. Grappling — это протокол для разработки блока цепочки. Все идет цепочкой, и все взаимодействие между собой. В принципе, это можно даже увидеть и на сайте. В пользу Grappling вы можете импортировать любой файл графика или шаблоны из перечисленных базовых графиков. Когда вы готовы к развертыванию своего графика, вы можете использовать интерфейс панели инструмента, чтобы загрузить его по протоколу. Grappling обеспечивает все потребности в работе с бизнес-логикой, не требовать никаких знаний в области кодирования, и также не требовать никаких знаний в области программирования. Также можно не только создавать график, но еще и делиться им с миром, также изучать, создали другие, и также можно искать графики различных сообществ. Узел или блок — это то, из чего состоит граф или график, и он написывает структуру пути вашего выполнения. Например, это может быть подключение к сети Serum, подключение данных от конкретного обмена или отправка данных. Также есть параметры, у которых есть свои цвета в графике, и цвет определяется блока. То есть желтый — это параметр выполнения, синий — это соединительный, оранжевый — блок событий, зеленый — это переменный, и в зеленом блоке можно редактировать параметры. Также несколько человек могут развернуть один и тот же граф и отдельно управлять своим состоянием. На сайте можно легко просматривать цепочку транзакций, создавать задачи, и, конечно, это все платно. У узлов есть определенная стоимость, которая рассчитывается как касс, и сам сайт предоставляет цену. Также для того, чтобы работать здесь, необходимо иметь кошелек определенный, который скачивается. Также у компании собственный токен. Токен пишет, что очень перспективный. Сейчас он равен 0,02 доллара, однако к 1030 году планируется поднять его до 1 доллара. Постоянно токен растет, практически никогда не падает. И токен позволяет запустить график в тестовой сети или в основной сети для выполнения различных процессов. Также на сайте предоставлены документы и разработчики. Большинство разработчиков из Франции. И также сам сайт пишет, что дорожная карта может поменяться с течением времени. Компания есть в Телеграме и Твиттере. У меня все. Я сегодня расскажу о платформе Codify. Эта платформа является инкубатором и стартовой площадкой для блокчейн-игр и для геймеров. Play2earn – это революция в игровой индустрии. И если раньше игры были просто развлечением, то теперь геймеры начинают зарабатывать деньги, играя в игры. И как мы можем с вами наблюдать, эта отрасль растет, набирает обороты с каждым днем. Данная площадка предназначена для проведения IGO, первоначальное предложение игр. Они представляют кураторские первоначальные предложения, поддерживая качественные игры с блокчейном и обеспечивая краудсайдинговое финансирование, а также помогают компаниям в создании сообщества и в маркетинге. Sudipy Found был основан в январе 2021 года, чтобы игроки смогли голосовать за решение и направление предлагаемых им проектов и инновационных идей. Вот некоторая информация о компании. У меня очень плохо прогрузилось, к сожалению. Я хотела представить вам основателя компании. Это Levent Jam Aydan. Он также занимался маркетингами и технологическими стартапами, инвестировал в блокчейн-стартапы и впоследствии он основал свою компанию. На главной странице проекта мы можем посмотреть информацию о предстоящих пулах, какие игры нам представлены. В общем, переходя по ссылке, мы можем посмотреть информацию о игре, ознакомиться детально с социальными сетями, какой охват у проекта. Как я уже говорила, здесь представлены будущие проекты и также представлены уже завершенные. И мы можем также посмотреть информацию, посмотреть, сколько раундов прошло, какие иксы получили участники, ну и так далее. И здесь их достаточно много. Я разворачивать не буду, потому что что-то у меня перестало работать сейчас. Далее. Для того, чтобы стать участником проекта и присоединиться к IGO, нужно пройти процесс регистрации QS с помощью приложения, которое называется BlockPass. Здесь также есть подробная информация. То есть здесь нужно сделать селфи, прикрепить данные своего паспорта, законнектить кошелек и, важно, тот же самый кошелек подключить к платформе. Только тогда можно участвовать. И далее. Для того, чтобы принять участие, нужно совершить покупку. Вот, допустим, для первого уровня нам нужно будет купить 250 токенов S-Found, и мы сможем участвовать в этих проектах на основе лотереи. И далее уже тысяча монет – это гарантированное участие и так далее. То есть третий уровень – 2500, четвертый – 5000 и так далее. Некоторые уровни, они имеют дополнительные преимущества, такие как участие в частных продажах. О токене. Как я уже говорила, токен называется S-Found. Здесь мы можем посмотреть детальную информацию. Здесь опубликована информация о том, что несмотря на то, что во время запуска проекта первоначальное количество токенов в обращении составляло 15 миллионов, они заблокировали некоторое количество, и в итоге сейчас оно составляет 6,5 миллионов. Далее мы можем посмотреть первоначальное оборотное предложение и более расширенную токеномику, где 9% на программу добычи ликвидности, 10% на маркетинг и развитие первого курса, 16% в резерв команды и 50% в резерв по финансированию. По дорожной карте проекта первый квартал 2021 года создание концепции, технический документ, веб-сайт, формирование команды и создание сообщества. Также DAO и контракт для стейкинга. Второй квартал 2021 года смарт-контракт для автораспределения вознаграждения, дизайн интерфейса стейкинга, создание мультицепочного кошелька, аудит смарт-контрактов и выпуск всей разработки с пользовательским интерфейсом. В третьем квартале финансовые прогнозы для ставок, панель прозрачности, альфа-панель программ вовлечения сообществ и улучшения на основе отзывов пользователей. И четвертый квартал – это окончательная версия программ вовлечения сообщества и сессии сообщества DAO для дорожной карты на 2022 год. Перейдем к социальным сетям проекта. Очень активный Твиттер. Твиттер уже имеет почти 482 тысячи подписчиков. В Твиттере публикуются последние новости. В общем, количество подписчиков говорит о том, что проект очень интересен пользователям. И также группа в Телеграм, в которой 158 тысяч участников. И также имеются статьи на Medium. Ну, на этом у меня все. Спасибо. Я сегодня расскажу про платформу DAppStore. Значит, эта платформа – такой некий аналог Google Play или Apple Store. Даже ближе, я бы сказал, к Steam. Если кто играет в компьютерной игрушке, знает, что это такое за платформа. Короче, да, ближе всего к Steam. То есть, это платформа, где собраны различные гейминг-проекты на блокчейне. А также на этой платформе можно покупать… Есть выход на NFT-площадки. То есть, можно покупать, продавать NFT-шки из различных блокчейн-гейминг-проектов. Также можно хранить свои токены через их внутреннее приложение. Ну и, соответственно, обмениваться NFT-шками друг с другом. Юзеры могут. Значит, DAppStore планирует поддерживать блокчейн-проекты на разных сетях, но пока это только эфир. Вот в планах у них и Polka.dot, и Binance Smart Chain, и Solana. А вот также хотелось отметить, что та же самая команда, которая разрабатывает DAppStore, уже сделали некоторое время назад браузер Asiris. Вот они его позиционируют, как Web 3.0 браузер, вот в котором интегрировано решение, которое способствует быстрому рендерингу децентрализованных приложений на блокчейне. То есть все эти приложения работают быстрее, чем в обычных браузерах, как они заявляют, там от 3 до 7 раз в зависимости от вашего браузера. То есть браузеры должны сильно увидеть разницу в производительности, скорости работы. Вот также в Asiris они интегрировали свой собственный такой блокчейн-кошелек, в котором можно хранить там различные токены. Также там присутствует режим анонимности, там есть блокировка рекламы, трейдеров. Ну, как я сказал, то есть она, прежде всего, оптимизирована для блокчейн-игр. Так, что еще по поводу токена платформы, значит, DAppStore, у них токен DAppX, он используется в их торговой площадке, то есть за этот токен можно получать, вернее, можно покупать различные там эксклюзивные NFT-шки от разных проектов, то есть они такие коллаборации устраивают. Ну и также планируют это сделать в будущем с другими проектами, которые добавляются к ним на платформу. А вот также разработчики приложений для того, чтобы свое приложение добавить на платформу, также используют токен DAppX, оплату производят в этом токене. Также в будущем они планируют использовать токен для того, чтобы вставлять различные рекламные баннеры, ну, в общем, чтобы проекты себя рекламировали на их платформе. И также токен DAppX будет использоваться в качестве изнаграждения за определенный вклад в сообщество DAppStore. Но пока, честно говоря, я посмотрел, нет ясности, каким образом будут вознаграждаться пользователи, но некий механизм будет в будущем, я так понимаю, построен. В общем, в целом, DAppStore – это площадка, где вы можете с одного сайта найти много интересующих вас проектов, игр и все, что с этим связано. Так, в принципе, у меня все. Если какие-то есть вопросы, я готов ответить. Да, спасибо. Так, давайте теперь перейдем к Алене. Так, сегодня я расскажу про Moos Market. Moos Market – это онлайн-торговая площадка, которая позволяет нам покупать и продавать цифровые активы, такие как NFT. Торговая площадка представляет собой самокупность нескольких субрынков. Особенности, которые отличают Moos Market от других компаний, так это в том, что она универсальна и надежна. Чтобы торговать, здесь необходимо войти в один из субрынков. И также сама компания – это многопрофильный амаркетплейс, сферная платформа, которая сформирована в экосистеме VAX. VAX – это шифровывается как Worldwide Asset Exchange. И данная система может похвастаться тем, что является крупнейшей сетью в виде игр, а также развлекательной сетью, которая предлагает своим пользователям огромный выбор безопасных и захватывающих NFT. Самая компания является частью живой экосистемы и специализируется на ниши карточек. Другая площадка позволяет покупать различные карты и коллекционировать предметы, которые пользователи могут, как я говорила, собирать, не подвергаясь рискам или угрозам. Для инноваций коллекционные карточки предлагают своим пользователям возможность заново пережить детство с помощью различных средств. большинство других конкурентов у компании имеют одну торговую площадку, на которой происходит большинство транзакций. Данная компания создана, чтобы быть удобной торговой площадкой, арифицированной на пользовательский опыт. Целью было удаление ненужной информации, которая не нужна обычному пользователю. Сама компания есть в Твиттере и в Телеграме. В Телеграме очень мало подписчиков, в районе 150. В Твиттере был создан в 2020 году. И сама компания в принципе была создана недавно. По поводу разработчиков на сайте информации нет. И в принципе я не знаю почему, но у меня она эти вот подпунктики, вот эти вот маркеты, у меня они не открываются. Написано, что невозможно зайти, возможно, не знаю, какие-то ограничения по странам есть. так, у меня все. Тогда я вам сегодня расскажу о новостях о группе Блоклайк. В общем, первое, с чем я хотела бы вас познакомить, это мероприятие Лайер 2. В общем, эта платформа прямого эфира Binance Live ссылка имеется. В общем, и информация в Твиттере тоже. В общем, что здесь они делают? Объявлено, что во второй половине 2021 года Лайер 2 занялся экологическим лесом взрывного масштаба, и в этом году они начинают специальное мероприятие вместе с Лайер 2, в котором принимают участие премиальные учреждения со всего мира, чтобы поделиться последними тенденциями в схеме Лайер 2. Здесь представлены гости этого мероприятия. Здесь будет менеджер сообщества Syntex. Нина Ронг, арбитр сообщества Брэндона Пана, консультант и менеджер Меттерлабс Елена из Мэттис, Джек Дю Роуз, гость-основатель колонии. И также здесь будет автор Нектара доктор Феликс, главный архитектор StarCoin Джо Ластар. И давайте перейдем далее. В общем, следующая новость о том, что по данным Polka World от 7 января будет аукцион слотов параллельной цепочке Polkadot и он открылся сегодня в 3 часа утра. В общем, компания Compossible Finance собрала наибольшее количество дот среди всех активных компаний Кроудолан и на данный момент за ней следуют такие известные компании, как Interlay, Nodal и Line Entry. седьмой аукцион как ожидается завершится 13 января и также есть доступная ссылка на эту новость. Следующие новости сообщаются о том, что в 2021 году мошенники украли деньги на 14 миллионов долларов в криптовалюте и также сообщается, что рост преступлений вырос на 79% по сравнению с предыдущим годом. Так, последующие новости здесь сообщается о том, что Центральный Банк Казахстана приостановляет банковские операции в стране и по сообщению информационного агентства Интерфакс после того, как стало известно, что протестующие штурмовали правительственные здания, жалуясь на рост цен на электроэнергию, это привело к отключению крупнейшего телекоммуникационного оператора Казахстана, Казахстан Телеком, из многих пулов майнинга биткоин упал. Здесь новость о том, что Мейтумлай открывает цифровой канал для оплаты в юанях. В общем, эта новость была полякована 5 января, и что жители 11 пилотных районов с цифровыми юанями, такие как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, могли выбрать цифровую оплату в юанях при заказе еды, допустим, на платформе Мэйтун, и так же сообщается, что после добавления цифрового вспогательного кошелька в юанях пользователи могут использовать его также для оплаты заказов и на вынос, и в то же время они также смогут пользоваться полноценными скидками в так называемых красных конвертах и представляя в общем такой вид способом оплаты. Как я уже говорила, это новости о событии и здесь у нас информация о том, что Эфириум 2.0 будет отложен еще на год, как сообщил Виталий Бутерин. В общем, здесь у нас также имеется в аккаунт в Твиттере имеется 909 читателей и здесь новости также обновляются, можно заходить смотреть. До этого у меня все, большое спасибо, есть ли вопросы? Так, сегодня у меня будет ресерч по Nonsense of Paradise, да, расскажу про такие коллекции, точнее, за последние сутки самые активные коллекции это были The Space Bulls, про них отдельно сегодня расскажу, также Bordepia Club, Kudus, Mutant Apia Club, Axis, CryptoPunks и Oxy Origin Project, в принципе, все остальные уже идут меньше 1000 эфиров по объему торгов в последние сутки, поэтому не так интересно. Также по Space Bulls можно сказать, что это очень хорошая коллекция, то есть как пример того, как нужно запускать коллекции, у них прошел главный сейл вчера, то есть у них два этапа проходил, седьмого и между шестым и восьмым января, и на данный момент у них уже floor price составляет на 0,02 эфира, почти на 0,03 эфира больше, чем цена продажи, то есть цена минта, при том, что еще токены находятся в коробках, то есть они еще не были запущены, то есть пользователи просто покупают, грубо говоря, кота в мешке, то есть по самому проекту он был запущен, вообще начата была работа над коллекцией, первый твит датируется шестым декабря 2021 года, то есть ровно месяц назад и за этот месяц разработчики смогли, то есть анонимная коллекция, анонимные разработчики, они смогли набрать 37 тысяч подписчиков, также больше 200 тысяч подписчиков в твит, в дискорде, в твиттере у них 36,5 тысяч читателей, и у них еще интересная была система вайт-листа, то есть она заключалась в том, что пользователи должны были участвовать в лотерее Raffle, то есть до того, как начался sale, пользователи должны были зайти на специальный сайт The Space Bulls, нажать специальную кнопку, вбить свой адрес кошелька для того, чтобы получиться в лотерее, и после этого рандомно некоторым пользователям давался шанс купить токен, и естественно каждому пользователю максимум давался шанс купить один токен, то есть один NFT, и после этого у них очень нехорошо разошлась коллекция, то есть был солдат полный, при том, что у них далеко не дешевая коллекция, то есть цена мента, то есть сама стоимость транзакции плюс еще 0,22 эфира, если я не ошибаюсь, и пользователи очень хорошо отреагировали, и раскупили коллекцию, при том, что команда является анонимные, то есть если зайти тут раздел команд, можно увидеть просто каких-то мемных персонажей, которые будут, точнее тут нет никаких имен, даже ссылок на диспорт и скайп, либо твиттер, вот в принципе по родмэпу, тоже ничего интересного супер нет и нового, то есть мы видим, что у них есть план запуститься метаверс, скорее всего, те персонажи, которые сейчас нарисованы, они будут также запущены в обычных онлайн играх браузерных вот и после этого возможно они запустят свой даут и свой токен уже rc20 полноценный для того, чтобы можно еще запустить какие-то новые продукты вот и также по рарики сегодня еще расскажу про дополнительный новый функционал, который вышел буквально перед новым годом его анонсировала команда своем youtube канале было очень подробно рассказано и это очень крутые фичи которые могут пригодиться именно при анализе NFT коллекции как-то работает то есть в принципе эти функционалы работают только для тех коллекций у которых есть достаточно высокие объемы вот то есть ну хотя бы там тысячи эфиров в сутки и много и коллекция сама уже живет хотя бы больше недели запущена для коллекции у которых вот еще вместо реальной NFT функционал не подойдет вот то есть мы переходим разделы NFT годмолк затем выбираем конкретную коллекцию которые хотим изучить вот и выбираем раздел рарити здесь в разделе рарити можно найти то есть рейтинг NFT по рарности то есть мы в принципе видим что у каждой NFT есть рарити score rank то же самое рарити score по процентам то есть из 100% насколько уникальная NFT чем больше процентов чем больше score тем более равна NFT вот здесь мы видим количество продаж этой NFT то есть возможно NFT была равна допустим видим что некоторые NFT борта API клуба были проданы всего лишь один раз тоже может быть интересная инфа количество трейдов то есть количество фич которые на данной NFT лежат последняя цена продажи вот и можно тоже посмотреть gain loss то есть те пользователи которые покупали они заработали на данной NFT далее следующий график мы видим это distribution profile это дистрибуция то есть распределение NFT токенов точнее скорее это распределение трейдов то есть различных фич которые есть у NFT по количеству по тому количеству сколько их есть у различных NFT то есть как-то работает допустим есть NFT там маутборд пицца у них всего лишь 50 NFT то есть они находятся ближе к нулю вот и есть какие-то равные триты то есть допустим просто бор то есть либо допустим черный коричневый мех тут больше тысячи NFT и они здесь все NFT которые находятся здесь это уже не равные и они не так пользуются спросом вот и принципе тот же график то есть только чуть таком более табличном видео можно будет легче воспринимать это здесь то есть можно также посмотреть по скроллит по различным то есть по рейтингу посмотреть то есть трейд тайп то есть это тип общая фича то есть это глаза либо допустим мех вот ну и сам трейд то есть розовый либо закрытые глаза либо еще что то что посмотреть количество пьтишек с данным тритом и естественно равно данного трита вот и 3 там это вот 3 types и распределение о нас идет breakdown по количеству их то есть относительно вообще всех трейдов то есть если весь круг это все три ты которые есть то здесь можно посмотреть это допустим у нас на глаза то есть 3 так 17 процентов на шляпу допустим 13 процентов на задний план это 17 процентов мы видим что здесь вот три там достаточно такое органическое распределение нет никаких прямо супер больших заскоков вот и здесь также последний это последний это маркетовый за последние 7 дней ты за последнюю неделю ты сможешь посмотреть средняя цена по каким либо три там сейчас еще последнее о чем расскажу более подробно допустим видим что сейчас самый крутой трейд это борта от шеве пицца если средняя цена и настижки с данным тритон составляет 185 эфиры вот и также можно их отсортировать так и можно посмотреть и с данным тритон мы видим что даже в данной коллекции она тишка с обычным ртом то есть борт которых 2272 все равно у нее врач прайс 77 как бы специфика в данной коллекции поскольку у данной коллекции вообще просто тварь прайс очень высокий и пользователи любят коллекцию вне зависимости от их тарито и все остальное главное что тот или на лифте он относится к данной коллекции вот и также что еще можно посмотреть интересного с данным с новым с новыми фичами на нации мы можем зайти в 3 дистрибьюшен и выбрать какой-нибудь трейд который нам интересен то есть ну лучше выберем не самый крайний то где-то посерединке чтобы был достаточно высокий объем продаж и это было не очень радное не равен был трейд чтобы не превышал там 50 процентов скажем так вот просто нажимаем вот и открываем новой вкладке данный трейд и можно также посмотреть именно брейкдаун уже конкретно по данному трету вот допустим я открыл то что время терять мех робот 265 265 инфтишек с данным трейдом у нас в коллекции морда и пекла можно посмотреть что за семь дней произошло 5 транзакций данными нефтишками и средняя цена составляла 76 эфира также здесь трейдер рейтинг можно посмотреть данные нефтишки у которых есть данные данная особенность то есть принципе даже если навести мышку то можно рассмотреть и нафтишку чуть более сблизи то есть очень удобно реализовали что именно на опыте каждый раз ходить смотреть проверять вот и дальше самое интересное то что можно посмотреть среднюю цену за коллекцию то есть по коллекции вот и средняя цену по и натишкам с данным тритом то есть может посмотреть насколько этот трейд перформит то есть если у него какие-то интересные возможно какие то есть интересные особенности принципе здесь мы никакой аномалии не видим то есть здесь вот 70 до 80 они особо не расходятся вот ну и также мы видим что географики столбиками тоже можно посмотреть что общий объем продаж под данной коллекции по данному трету но здесь как бы про смешные цифры что 5 трансакций всего за неделю прошло но все равно по некоторым третам это может быть полезно то есть можно увидеть какой-то восходящий тренд по тому или иному по то той или иной особенности и можно увидеть аномальный тренд какой то есть как бы где-то может быть полезно если мы говорим про какую-то коллекцию у которых у которой мало пользователей либо у коллекции которые есть допустим как бы флор прайс не имеет значения но есть некоторые нафтишки которые реально цены на рынке то здесь можно зайти и посмотреть и как это все дело работает вот на здесь принципе лаэта transactions то есть последние транзакции по тому или иному трету здесь они так в таком виде представлены данные как по мне вот график вообще заявляет самым основным и стоит тратить время но только лишь на него анализируем и нафтишку уже отдельно и либо какой-то трейд отдельно мы еще более дает этот инструмент дает еще более сегментировать ту или иную инвести коллекцию и посмотреть на тренды внутри неё у меня на этом все всем спасибо так каждый дай стоит один доллар и и всегда быть столько стоит независимо от того сколько он существует до используется исключительно на блокчейн эфириум используя умные контракты дай всегда стоит 1 доллар сша и можно свободно торговать как и любым токеном rc20 любой человек имеющий кошелек эфириум может владеть им принимать и передавать его его можно обменять без посредников как работает да и когда дай стоит выше 1 доллара механизмы работают чтобы снизить цену когда цена ниже 1 доллара механизмы работают на повышение цены рациональные игроки которые принимают участие в этих механизмах зарабатывают с помощью этого токена когда цена меняется то есть чем больше дай отделяется от 1 доллара то тем когда дай отделяется 1 доллара можно заработать какую-либо сумму допустим когда своим стоимость превышает 1 доллар сша владельцы фильм получать ему создавать больше да и продавать его а когда стоимость составляет менее 1 доллар сша владельцы могут погасить свой долг по более низкой цене то есть допустим есть лист да и стоит менее 1 доллара например 99 центов тогда его можно купить менее чем за 1 доллар сша и затем погасить свой долг до свой долг со скидкой в один процент допустим если берется в кредит в 500 дай а затем покупается 500 дай за 495 долларов то человек может погасить кредит он заработает 5 долларов эфириум токены да и продаются многие на многих биржах например на binance на coinbase и kraken для того чтобы купить стейбл коэн можно нужно зарегистрироваться на бирже допустим дина бинанс пройти верификацию по паспорту купить криптовалюту и ввести необходимое количество токенов дай дай можно продавать на коэн бейс и на радар белый да динар спасибо тебе большое так ну и на этом мы заканчиваем всем большое спасибо и на связь пока